О нет, Not Forgotten нерфует, я только закончил откладывать завтраков на него, а тут на тебе. Револьверы Лунный Вой и в памяти навсегда нерфают. Прежде чем дать какую-то оценку этому, давайте объясню в двух словах, что именно меняется. Револьверы Луна и Forgotten, дальше в видео я буду называть их именно так, становятся из 180-х револьверов, то есть со скорострельностью 180 выстрелов в минуту, 150-ми. Понижается темп стрельбы, другими словами. Главные перки особенности тоже будут изменены. Раньше как они работали? Две пули в крит попадаете, третья залетает в этот крит с тонной урона. Это охренеть как сильно работало в ПВП, охренеть как сильно работало в ПВЕ. Теперь перк бафает урон после двух критических выстрелов, но только в тело. То есть вы по-прежнему сможете убивать за те же три выстрела в ПВП, но только третий выстрел должен идти в бадик. Что значит, что вы больше не сможете, убив одного бедолагу тремя тапами в голову, зарядить перк, в короткое время убить следующего противника за два попадания в голову. Из-за бадишота стаки слетают, а также из-за невозможности накопления этих стаков, в ПВЕ эти пушки напрочь теряют всякую ценность. При этом по механике отдачи револьвер хоть и станет 150-кой, но архетип до конца не поменяет. По сути эти револьверы будут единственными 150-ми канонами, у которых отдача на консолях будет играбельной. Вы знаете, что с обычными револьверами 150-го архетипа, например Торном, на консоль особо не поиграешь. Теперь с этими, да, поиграешь, но конкуренции у них в гарниле будет больше, перестрелять луну или фарготан с чего-то еще будет куда проще. Так что игроки без этих замечательных пушек смогут получить больший простор в гарниле, предрекая укрепление меты былых обид и других импульсов, ну и паука отшельника, разумеется. Теперь о минусах и плюсах. Ну вот давайте сразу к плюсам закинем то, что я только что назвал. Большее пространство в мете. Особенно это касается консолей, потому что именно на консолях 180-е револьверы единственное нормальное оружие для приключений в гарниле. Это правильное изменение с точки зрения того, как это оружие задумывалось изначально. Это так называемое Precision Weapon, то есть то, что работало только при тычках в крит. Стрелять только в голову умеет только очень опытный игрок. Меткий, который получает в награду за состязательный режим, этот револьвер. Но, действительно ли так сложно валить слуны в голову? Думаю, любой согласится, что это проще простого. Опять же, ссылаясь на свой опыт игры с револьверами на консолях, это всегда было сильнейшим оружием в PvP Destiny. Но у многих игроков, у меня в частности, много раз возникали проблемы при игре с этим типом оружия. Не так легко было привыкнуть к отдаче, разбросу, перезарядке, играя на геймпаде. Как только в Destiny 2 появились 180-е револьверы, они стали дверью в мир хендкэнонов для всех игроков. Вера, служебный револьвер, холодный пот, луна и фарготан – самые дружелюбные для пользователя консолей револьверы. У них нет отдачи, у большинства конский аэм-ассист, и единственное, что может мешать даже самому криворукому игроку перестреливать с луны своих противников – это дальность стрельбы. Она так себе на этих кэнонах, и лишь она останавливала игроков в большинстве случаев. Так что если это оружие придумывали как ценную награду за вашу скилловость в компетах, и как оружие, которое работает только от попаданий в крит, то эти изменения скорее накладывают некий патч на пушки. Они станут такими не в полной мере, но все же. Горнила станет чуточку более дружелюбным для новых игроков. Вот и все. Но беда этих изменений, их главная проблема, из-за которой я расстроен этим изменением, она не в механике револьвера, а в том, как банджи работают с инфой от игроков. После появления в игре Торна на реддите поднялась волна обсуждения того, что играть на консолях с этим архетипом нереально из-за отдачи и блума, и что пока в консольном гарниле царствуют луна и фарготен, добавление любых револьверов другого типа для игроков этой платформы будет незаметным. Это действительно факт, с этим глупо спорить. Но что просили и предлагали игроки? Бафнуть 150-е револьверы на консолях, урезать отдачу, сделать их как на ПК, убрать блум до состояния как на ПК, и позволить игрокам выбрать оружие, с которым они хотят играть. Ведь по логике, контрить отдачу медленных револьверов должно быть проще. Но по факту, это было и есть абсолютно не так. Идиотский разброс на расстоянии, тот самый блум во много раз заметен на консолях и почти не как на ПК. Игроки не просили менять два револьвера из-за их мощности, а помочь начать пользоваться многообразием остального арсенала револьверов. По большому счету, луна со скорострельностью 150 будет на консолях ощущаться так, как игроки хотят ощущать торн, или солнечный выстрел, без идиотской отдачи и консольного разброса. Ясен пень на мышке в сотни раз удобнее играть и контрить отдачу, но речь не о споре с этим фактом. Речь о грамотности ответа на фидбэк игроков. Мы хотим играть с торном, с пиковым тузом, с саншотом. Хотим выбивать гадрольный долг пробудившихся и нагибать с них. Так что, Банжи, не меняйте один или два револьвера. Почините принцип их работы на консоли. Дайте игрокам поиграть с их любимым оружием. Уберите гребаный блум! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok